Вы следите за судебным процессом по так называемому болотному делу? Вот, по болотному делу. Слежу, можно сказать. А вы сопереживаете людям, которые сейчас в СИЗО находятся? Конечно. Они же там сидят ни за что, мне кажется. Если это услышит власть и примут какие-то меры, чтобы люди были довольны, я так считаю, что так должно быть, а не, ну как, я не знаю, что вам сказать еще. Что-то слышал, но предметно так и конкретно не слежу, времени просто нет. Ну, суть в том, что да, некоторых людей привлекли к ответственности за выступление на болотной площади. Можно и с одной стороны посмотреть, можно и с другой стороны посмотреть. Вот, так что точно я не определился, не могу точно сказать. Опять же, и за ту сторону есть доводы, и за другую сторону есть доводы. Ну, мне почему-то кажется, что, наверное, все-таки больше доводов в том, что не так уж сильно они виноваты, как это происходит на самом деле. Мне так кажется. Это мое личное мнение. Ну, не так, чтобы целенаправленно. Ну, конечно, это всегда в новостях, всегда как бы на слуху, я бы так сказала. Конечно, и все события последние, которые проходили, связанные с демонстрациями. Ну, вот тут поддержку ребят, конечно, конечно, поэтому я как бы в курсе. А как вы относитесь к этому процессу? Ой, ну, я считаю, конечно, это, ну, не одна из лучших страниц нашей истории, я так думаю. Конечно, жалко, что как бы, ну, нет такой активной поддержки. Ну, я как бы активно свою поддержку там не могу вразить, я никуда не приходила, не демонстрация, потому что связано с моей работой, как бы я все время с людьми занята. Ну, если была возможность, я бы пришла, вот было время свободное. Я как бы за, потому что, мне кажется, это, ну, крайне несправедливо, ну, мягко говоря. Ну, как вам сказать, в общих чертах. Вы знаете, я не судебный, к судебному отношению никакого не имею, и поэтому, ну, как вам сказать, ну, не могу конкретно сказать. Ну, рассматривать нужно это, более подробно. А так просто, ну, голоснованно заявлять, да, я их поддерживаю, я их не поддерживаю, нельзя. А как вы думаете, суды в России выносят справедливые решения? Вот насчет этого тоже можно поспорить, где-то да. Но все зависит, ну, как вам сказать, от судьи и от того, как к нему подойдут. Нет. Вообще не следите? Я уже не знаю, что это. А не слышали о том, что вот были беспорядки на Болотной площади вот здесь, 6 мая прошлого года? Нет, не слышала, только слышала, что было связано с выборами. А после выборов уже? Нет, к сожалению, нет. Я просто телевизор не смотрю, поэтому, наверное, не в курсе. Не, не слежу, честно говоря, вообще не в курсе этих событий. Честно говоря, с трудом верится, что люди могут выходить, что-то крушить и бить полицейских. А вы вообще сами как относитесь к протестным настроениям, к протестной активности? Ну, если что-то добьются, молодцы, а так сам не участвую. Я не видел, я же не присутствовал здесь вот на этой площади, на этой акции. Это вот у нас так государстве положено. Если кто-то что-либо, какой-либо митинг проводит, без разбирательства просто запрещает проводить. Я слежу. Я так, более-менее нейтральный. Я сам, как бы, вот именно 6 мая, допустим, не присутствовал. Но, какого, 10 декабря был самый массовый митинг, февральский был. А тогда, ну, не знаю, в Маме, конечно, там и, конечно, были, наверное, все-таки и провокации со стороны ФОМОН, и со стороны правонарушителей, ну, и со стороны тех, кого сейчас правонарушителями позиционируют. Вот. Но, на мой взгляд, все-таки это такая небольшой такой отыгрыш или демонстрация все-таки со стороны властей. И позиция о том, что, пожалуй, ну, рядовым гражданам, что не нужно высовываться лишний раз все-таки, а не именно поиск каких-то виноватых. Опять же, я думаю, все-таки те люди, которые сейчас арестованы или просто последствием под подпиской находятся, они не думают, что, ну, судя по тому, кем они являются, то есть довольно рядовые граждане, люди, судя по большинству биографий, в которых я их читал, то есть это люди все-таки в основном образованные, не думаю, что они бы стали там кидаться камнями в сотрудников органов. И мне кажется, что, ну, если даже и были какие-то провокаторы или организаторы беспорядков, то это, ну, не из тех людей, которые сейчас находятся в роли козлов отпущения. Нет, к сожалению. А вы знаете вообще, что это за процесс? Ты знаешь? Нет, я не знаю, ну, я, в принципе, не хочу знать, я потому что... Нет, конечно, политика интересуюсь, но вот почему-то вот это не знаю, к сожалению. Нет, вообще, на самом деле, в нашей стране иногда не хватает, когда нужно высказать свое мнение, и у нас иногда неадекватно относятся к этому. Вот, поэтому, в принципе, если это нормально, организованно, и люди ведут себя адекватно, то не нужно молчать. Поэтому у нас, возможно, есть какие-то пробелы и, так скажем, ну, не очень хорошее положение в стране некоторых людей, потому что очень многие люди живут за чертой бедности, к примеру. А мы молчим. Это мое мнение. Так что, может быть, и несправедливо, что они там сидят. Нет, если честно. Просто слышала, что здесь были беспорядки, я даже не помню, что-то по какому случаю. Вот. Не знаю. На самом деле меня бесит вот это все, вот эта русская там полиция, что она вот так все решает, и поэтому, не знаю, по-моему, все-таки люди правильно поступили, что беспорядок, но все равно. Надо было это, наверное, более слабо сделать, не так. Слышал, все из Судальцова, Навального, да, вот это дело. Мало интересует на самом деле, поэтому я не слежу за этими событиями. И параллельно здесь постоянно ходят митингующие, марш недовольных. Чисто демонстрация, чисто показуха. Чисто демонстрация, чисто демонстрация, чисто демонстрация. Здесь неформалы, все такое. Пьют по-страшному, курят непонятно что. Что у них в голове, я не знаю. Ну, нет, не особенно я. Как-то уже после последнего марша насчет жертв болотно перестала. Да мне на самом деле все равно. Я не испытываю никаких неположительных, ни отрицательных эмоций по отношению к этому. Действительно, случились беспорядки, давайте так. Конечно, наказание, скорее всего, опять будет несообразно преступлению. Но после пусси-райт я не верю в справедливость суда. Ну, если честно, там, понимаете, в такой толпе трудно понять, кто прав, кто виноват. По сути дела, можно брать любых людей и говорить, что они виноваты. Если вас там не было, вы не видели, вы ничего не докажете. Я не знаю вообще, как в этом смысл есть. Можно, ну, просто надо кого-то представить и все официально. Так, я не знаю вообще, как в этом смысл. Ты дура, нас по новостям покажут. А вы верите в справедливость суда в Россию? Справедливый суда? Не был на суде, поэтому не могу говорить. Я надеюсь, что, я, скажем так, верю не в то, что он справедливый, а просто я верю в то, что в России хоть что-то еще есть, по чести делается. Мне кажется, это заказной просто какой-то проект власти. И они хотят обвинить непонятно кого в непонятно чем. Ну вот, и почему они этих людей боятся, я не понимаю. Ну и, соответственно, и помочь им ничем не могу, поэтому там уже все понятно и так. Да, если бы оппозиция, может быть, ну, по-другому себя вела, если бы у нее были другие лидеры, которые мне сейчас, например, не нравятся, если бы она немножко за другие интересы и идеалы, так скажем, восставала, может быть, да, я бы поддержал. Нет, это, пожалуй, что не детально, а так, по новостям. Ну как, я хожу на эти митинги, я здесь была 6 мая прошлого года, поэтому, естественно, однозначное у меня отношение, что это беспредел, что их судят. Вот, этого не должно было быть. Я видела все это, в общем, не мы начали, с моей точки зрения. Вы знаете, вот я на самом деле, когда была здесь, значит, я прошла вперед немножечко основной колонны, но вот то, что цепочка, значит, этих милиционеров и ОМОНа стояла слишком близко, это бросилось в глаза, что она была слишком плотная, это тоже бросилось в глаза. Конечно, когда я шла одна, мне никто не мешал пройти, да, но я совершенно точно допускаю, что когда шла большая колонна, она там застряла, и от этого начались вот эти вот столкновения там. Возможно, кого-то из провокаторов пропустили со стороны митингующих, я допускаю такой вариант. Но то, что полиция действовала очень жестко, я тоже уверена в этом. Какие сейчас могут быть ожидания? Сейчас все суды заканчиваются так, как сказали сверху. К сожалению, это так. Продолжение следует...